Приветствую вас и ситуация с мужчиной такова, что он занял пасху наиболее безопасного для него самого. То есть, когда вы были вместе с ним, он испытывал негативные последствия того, что он находится с вами в отношениях. У него был негатив, и этот негатив ему не нравился, естественно, и поэтому он сейчас от вас отдалился. Он отдалился настолько, чтобы вы не имели возможности этот негатив ему проявлять. И теперь, когда этот негатив действительно исчез, молодой человек спокойно общается с вами, проводит время и так далее. И он действительно не хочет новых отношений, а зачем? Ведь его устраивает все в вас и так. Просто он не хочет движения, и для того, чтобы бояться негатива. И подтолкнуть отношения вот так вот сразу, у вас, к сожалению, не получится. Потому что, если вы будете подталкивать их, это будет означать, что мужчина вновь под давлением, мужчина вновь будет чувствовать себя обязанным, а этого ему, скорее всего, не хочется. Поэтому делать здесь нужно примерно следующее. Вы лучше показываете ему своим поведением, чтобы вы поняли свои ошибки, что вы осознали свои недосчёты, что больше делать не будете. Вы же проводите вместе время, значит, оказываетесь в ситуациях, скользясь с теми, которые у вас были раньше. И если так, то, соответственно, у вас есть возможность проявлять себя, совершать поступки так, чтобы показать молодому человеку, что и ваши приоритеты, и ваши ценности, и ваши цели, все это изменилось. Изменилось в ту сторону, где ему улучшен будет. И вот при условии, если у молодого человека чувства к вам сохранились, он увидит, что вы изменились. Он увидит, что у вас поменялось поведение, поменялось отношение, всё поменялось. И тогда, при наличии у него к вам чувств, он обязательно вернётся. Я думаю, что, скорее всего, чувства у него к вам есть, это прямо вытекает из того, что вы описываете. Я думаю, что он говорит это всё для того, чтобы избавить себя от негативных аспектов. Я думаю, что когда он говорил, что он разлюбил вас, это не было правдой. Действительно, с ним он не был призлок, чтобы уйти от вас. Потому что, видимо, он не мог так дальше с вами находиться вместе. И вам в этой ситуации я рекомендую только одно. Вы сказали, что вы пилили его. Определённо, цель и мотив для того, чтобы пилить, вот, моего молодого человека у вас был. Я задам вам вопрос. А этот мотив и цель исчезли? Так ли вы действительно все осознали, что пилить вашего молодого человека было неправильно? Или, может быть, вы поняли это только потому, что теперь не вместе? И вы хотите его вернуть? Не произойдёт ли так, что когда вы его вернёте, и всё остальное вернётся, вернусь в ноги своя, и вы вновь опять будете его пилить? Чтобы этого не случилось, чтобы и вы, и он были уверены в том, что если отношения между вами и зародятся вновь, то они будут уже другими, принципиально иными, более взрослыми, более серьёзными, вам нужно понять, а что же заставляло вас пилить молодого человека? Что же заставляло вас постоянно высказывать недовольство им? И понять, что это говорили ваши желания. Ваши желания, которые вы стремились реализовать через молодого человека. И только и суд в том, что эти желания, они никуда не делятся, они остались с вами, они попредельны с вами, только вы на время их заглушили. А нужно вновь не прислушаться, чтобы сейчас, пока молодой человек не с вами официально, учиться и удовлетворять свои желания собственными силами напрямую, а не через молодого человека. Тогда у вас не будет повторения такой ситуации, и молодой человек, если к вам вернётся, он не наступит на отечный грабль. Он увидит, что вы действительно изменились, а вы сможете искренне, истинно, полностью показать ему, что вы стали другой, что вы извлекли урок из вашего расставания и прежних ошибок не совершите. На этом всего. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго.